От грубого и категоричного послания, часть которого даже нельзя показать в нашем эфире, сейчас осталась лишь белая краска на зеленом заборе. Оно адресовано застройщику многоквартирного жилого дома в Павловской роще и очевидно написано теми, кто против строительства. А таковых много и причина одна. За памятник природы боятся. Потому что это природоохраняемая зона, это федеральный парк. Дерево, орех погубили. Нам это все не нравится. Это же не только один дом, это же не точечная постройка. Тут же будет стоянка какая-то, столько людей здесь. Посмотрите, сколько машин. Однако причины выплескивать негодование на камеру и заборы на самом деле нет. Охраняемая природная зона находится со стороны Волги. Территория, отмеченная застройщиками, с ней не пересекается. Планируемый проект по строительству дома, в соответствии с полученной информацией от департамента строительства, не затрагивает ни сам памятник, ни его охранную зону. В то же время нами предусмотрена в ближайшее время установка на границе охранной зоны знаков информационных, позволяющих не дисфицировать на местности и не допустить в последующем нарушения этой зоны. Еще одним поводом для сомнений стало наличие разрешений. В прошлом году стройка приостановилась из-за того, что один из участков по документам значился для сельскохозяйственных нужд, а не для застройки жилого квартала. За время простоя владелец решил этот вопрос с профильным областным департаментом. По регламенту представленный комплект документов полностью соответствует требованиям законодательства. На сегодняшний день выдано разрешение на строительство многоквартирного семиэтажного жилого дома с крышной котельной. Действуют разрешения в течение года и уже через две недели на точку выйдут рабочие. Правда, вот даже абсолютная законность возведения побороть эмоции некоторых жителей пока не может. Там же роща, в которой гуляют не только с собаками, а вообще с детками. Просто там гуляют. А за тем, что дальше будет, пристально следят общественники и власти региона. В случае несоблюдения правил охраны окружающей среды застройщик получит штраф размером до 500 тысяч рублей. Софья Кременецкая, Константин Дмитриев. День в событиях.